ну что ж дорогие друзья пришло время пообщаться и обсудить очень важную очень интересную тему тема это связано с эмоциями но принципе о чем это я у нас в гостях или уже не в гостях каждый раз говорю одно и то же время забываю что это уже не в гости это уже наша постоянная участница постоянная ведущая передачи неочевидное но вероятное конечно же это не на бастет здравствуйте здравствуйте анатолий спасибо что вы меня записали в свою семью обзор мазда я устраиваю член нашей постоянный член семьи нашего чем один из самых любимых так что это абсолютно спасибо я вас тоже очень люблю и сегодня мы говорим опять про эмоции продолжение но я к этому вопросу подойду немножко с другой точки зрения я подойду к этому как эмоции влияют на отношения между мужчиной и женщиной то есть в семье или просто в отношениях или в семье вот это то как я хочу развернуть нашу программу и попробую это сделать и как всегда я поблагодарю богиню бастет за то что она посылает через меня в радиослушателям исцеление и здоровье и счастье и радость поэтому будьте с нами дорогие радиослушатели исцеляйтесь сегодня кстати я хотела сказать опять же мы очень связаны с эмоциями сегодня полнолуние и сегодня лунное затмение поэтому будьте с эмоциями по осторожней если хоть мы не будем говорить о том что эмоции лучше сдерживать но если у вас идет негатив то попробуйте как-то его перевести в позитивчик но для того чтобы перевести его в позитив в полном смысле этого слова номер телефона в студии 847 4005 200 пожалуйста звоните дарите нам ваши позитивные эмоции но мы постараемся сделать то же самое для вас и так а мы в прошлой передаче говорили о том как эмоции влияют на наше здоровье о том что почти ну я думаю что большинство говорят о том что даже сто процентов болезней являются психосоматическими а психосоматические это болезни которые созданы нашим умом и а ум это очень сильно связан с том с тем как мы переживаем эмоции еще если вы помните говорила в прошлой передаче о том что существует ли существует чувство и эмоции то есть чувство это что-то абсолютно реальное а вот эмоции это не совсем реальная это наша реакция на то что происходит вокруг нас в мире с нами или даже не только с нами так вот чувства есть главных это мы перевели их одно чувство это любовь да но на самом деле мы можем говорить про два чувства это любовь и страх но так как страх это недостаток любви то есть его просто нет любви то есть также как темнота это отсутствие света поэтому в принципе все равно мы можем говорить о том что что есть только чувство любви а эмоции у нас колоссальное количество и как и все они связаны или с любовью или со страхом еще мы говорили о том что очень важно понимать о том что весь под негатив посланный во вселенную бумерангом возвращается к тому кто послал поэтому выражение эмоций как ты их выражаешь свои эмоции очень важно но им это что то что мы не знали раньше во всяком случае западные люди и мы не можем предъявлять претензии к своим родителям к обществу и так далее то есть из-за того что наша мы не знали о том что сознание занимает только пять процентов нашей психической деятельности а подсознание ас это 95 процентов нашей психики и если люди например в америке да и других развитых странах очень уже много наверное наверное больше ста лет да или наверное около 150 лет уже ходят психологом пытаясь понять свое подсознание то людям людям которые вышли из советского союза только сейчас это становится явным о том что это нужно и то когда ты говоришь я иду психологу сразу у тебя же проблемы потому что слово психология психолог связан с негативным негативом да потому что тебя что в психушку заперли и так далее особенно выходцам из бывшего советского союза слова психологии и психиатрии очень очень близко связанную я об этом говорю поэтому как бы люди очень часто боятся пойти и обратиться с проблемами связанными с эмоциями к специалисту будь то психолог будь то ароматерапевт будь то просто целитель во всяком случае находят другие причины и не хотят себе разбираться в тем какие же эмоции у них и что у них за проблема с эмоциями или боятся может быть разбираться боятся на то что они не знают как как с этим с что с этим делать и еще что очень важно о том что есть законы и законы которые мы знаем и изучаем а есть законы которые нас никто не учил мы никогда не знаем это законы отношений между людьми это законы здоровья и законы это законы вселенной и законы вселенной это те законы которые заставляют нас правильно вести друг другом да то есть как бы а связано это опять же с этими эмоциями ведь если мы вспомним войны начинались из-за эго из-за эмоций руководителей страны мужчин да с эмоциями нужно работать но это в принципе работа всей жизни то есть это нельзя сказать вот я сейчас вот вылечу все свои эмоции все для чего работать с эмоции для того чтобы и не чувствовать даже не то что не проявлять и не чувствовать эти негативные эмоции и процесс работы с эмоциями это очень важно делится на две составляющие первая составляющие это проработка старых негативных эмоций тех эмоций которые идут из нашего детства от рождения и еще дальше из прошлых жизней это очень долгая работа это тяжелая работа но это как вот выбираю выбрасывание мусора то есть как бы но уборка я прошу прощения перебью но вот струн-то и дело что в основном вот мне кажется что в этом именно и существует разница между психологами и так называемыми life coaches почему потому что психология разбирается допустим до определенного момента в твоей жизни потом вот дальше этого момента никто никуда не идет никто не копает и вот поэтому может быть и нужен life coach так называемый или хиллеры или целители или человек который работает с энергиями раб человек который работает понимает о том что жизнь никак не последние не первое и то есть человек верующий там в бога в любом его проявлении да как мы говорим это или бог или высшие силы да это но тем не менее на часть психолога тоже кому-то кто-то кто-то может пойти к психологу кто-то может пойти к целителю лайф-коуч как я и там к разным людям то есть но это то есть до проработка негативных эмоций идущих из этой жизни психолог может помочь хотя сегодня уже психологи занимаются и нам но и регрессиями в прошлой жизни то есть они тоже получают образование поняли что это может быть идти намного глубже чем от начала этой жизни да это кстати этим занимается вообще называется трансперсональная психология есть здесь калыч такой софия калыч который учит психологам именно в этом направлении эти кстати психологи работают с магией работают это психологи психологи официальное заведение дающие сертификаты психологии они работают с магией они работают шаманскими практиками то есть все что я рассказываю во время передач просто чтобы люди не думали что это все там типа только сверхъестественное это уже доказанные факты а вот что такое трансперсональная психология это в принципе психология построена по юнгу поинге это юнгианская психология который изучает архетипы архетипы это и есть то что есть там в космосе где-то в нашем во вселенной и влияет на нашу жизнь это то как мы ведем это поведенческие стандарты поведение и так далее но это да это тоже психология и психологи уже но если многие даже уже не трансперсональные психологи все-таки обращаются в этом направлении психолог психологи немножко дороже чем лайф коучи но все равно нужно выбрать человек должен выбрать для себя кого-то с кем ему комфортабельно и здесь дело даже не в цене конечно то есть если мы говорим работа с эмоциями связано два процесса то есть первая уже назвала это старые негативные эмоции но второе нужно научиться как-то работать со своими сегодняшними эмоциями правильно ведь мы каждый день общаемся с кем-то с чем-то сталкиваемся с ситуациями нас подрезали на машине нас мы неправильно перешли дорогу на в магазине на хамиле и там плохо улыбнулись и нам ребенок не то сказал или там муж или жена не так отреагировали как на это реагировать вот вопрос разница существует между контролировать эмоции и разбираться в своих эмоциях конечно конечно абсолютно то есть контролировать эмоции если я случайно упоминаю слово контролировать я не имею в виду загонять их вовнутрь нужно их правильно проявлять то есть потому что система блокирования своих эмоций это именно то что приходит приводит к психозом к проблемам то есть именно вот это когда я говорю проработка старых негативных эмоций это именно те эмоции которые не были отработаны не были проявлены не были высказаны и именно это включает вот именно эту часть когда вы проработаете старые эмоции это как вот знаешь ведь доме становится легче дышать когда убрана старая грязь да и тогда вот тоже самое то есть когда ты в самом себе убираешь старые блоки старые вещи ненужные то становится легче работать с настоящим я все равно не понимаю вот у бе меня ну не понимаю я как я а не имея на то специальных каких-то навыков как я буду не можешь но смысле отцу ты можешь если ты начнешь изучать этот вопрос много-много-много читать разбираться подбирать то что тебе куча разбираться в каждой практике проходить сам эти практики но не сам все равно сам ты не сможешь все равно придется пойти к какому-то специалисту то есть сначала к одному второму третьему и найти то направление которое помогает вот то чем я занимаюсь это кроме того что у меня есть какие-то практики которые я пытаюсь помочь людям и помогаю людям не каждому помогает то же самое одинаковые вещи поэтому приходя ко мне они поэтому называется куч то есть я не только сама даю какие-то практики и разговариваю с людьми общаюсь я им помогаю найти специалиста в той области которой им нужно то есть я не собираюсь я не могу помочь во всем то есть нет нет такого понятия универсальный специалист типа универсальное средство средства для мойки там чего-то и нету потому что для того чтобы для того чтобы начать прорабатывать эмоции и начинать очищать свое внутреннее пространство нужно понимать о том что у нас есть тело у нас есть mind да то есть сознание и у нас есть душа душа имеет душа это светлая светлая энергия которая никогда не не загрязняется потому что это именно та часть нас которая связана с богом но у нас есть тело и мы видим друг друга да то есть это значит о чем это говорит о том что наши вибрации тело очень низкие то есть когда что-то выбирает очень очень быстро но когда ты не видишь ты этого не видишь именно поэтому энергетически ты не видишь высшие вибрации но что-то вибрирует на определенные леса очень низкие тоже их не видишь просто но если что-то вибрирует на такой вот средней частоте почему можно можно уловить который можно уловить поэтому мы видим друг друга то есть как бы это еще будда сказал нет ничего салит в этом мире то есть все состоит из вибрации и физики это сегодня подтверждают так вот сначала это тело нужно вибрации поднять то есть прочистить от грязи и это включает и и чистки на физическом уровне и работа там с определенными йогой может быть там состояниями или йоги или тайчи то есть или какие-то эксорсайз то есть но не просто пойти в холл склаб позаниматься это может быть сауна водные процедуры но без этого тоже невозможно сделать есть стадии которые вот я когда человек приходит и ему придется это пройти потому что если он скажет я не хочу чиститься физически то ну скорее всего он и ментально не прочиститься потому что мы все смысл мы то что мы едим мы то что у нас внутри и поэтому это нужно все прочистить для того чтобы прочистить те же эмоции то есть есть процесс через который нужно пройти тогда у меня вопрос вот есть такое понятие баром ай да то есть вот конечный результат то есть чего человек рассчитывает добиться в результате вот таких практик в результате таких практик человек хочет добиться состояние счастья и гармонии гармонии с самим собой с людьми вокруг и с миром то есть даже можно конечно даже несмотря на то что но вот я например сейчас не замужем но ким не нет мужчины у меня не очень работа которую я не та которую я бы то есть мне приходится работать какое-то время нет нет занимаясь не тем что я вот рассказываю просто для того чтобы содержать себя и своего сына в этом материальном мире да и тем не менее и тем не менее я счастлива то есть я чувствую себя прекрасно у меня колоссальное количество друзей знакомых людей которые всегда со мной хотят общаться это уже есть это уже вибрация это состояние любви состояние нейтральности то есть бежать без оценки и осуждения это то что мы не можем я вам честно скажу до этого я еще не сто процентов дошла это тяжело но я живу я живу например с осознанной жизнью то есть я если я кого-то осуждаю я тут же говорю себе правду и говорю я только что кого-то осудила потом и это уже не нейтральность то есть вроде бы нейтральное состояние но тем не менее если я уже о ком-то скажу или самое смешное что даже хорошее высказывание это тоже джаджмент потому что кто мы такие судить умный этот человек или глупый хороший он или плохой потому что это состояние в состоянии дуальности но к этому долгий процесс хотя этим занимаюсь уже больше десяти лет тем не менее сказать что сто процентов к этому подойти я еще не подошла но да это возможно но к этому нужно стремиться к этому нужно стремиться потому что наша душа воплотилась в это тело и в это сознание которое мы получили из прошлых жизней почему нас беспокоят эмоции прошлые потому что наше сознание пришло из прошлых жизней именно и они просто из прошлых жизней но именно поэтому мы получили этих отцов этих родителей этих братьев сестер детей и внуков для того чтобы учить друг друга вспоминать то что было тогда и прорабатывать это то есть избавляться от тех блоков которые мы принесли и несем уже ну наверно тысячи жизней и каждую жизнь мы за одну жизнь это не можем сделать то есть за какую-то жизнь душа выбирает какие эмоции я должна прочистить именно поэтому человек рождается рождается в определенной семье в определенной стране в определенном знаке зодиака и определенное время и момент расположения звезд ну тогда вот смотри у меня немножко может быть такой философский момент но тем не менее смотри что получается человек рождается в определенной семье на приходит от откуда-то и рождается вот именно в этой семье но теперь кроме того что человеку нужно проработать то что с ним происходило до того как ведь существует еще такое понятие как ну трение между поколениями конечно родители коту у которых ты родился начинаю теперь тебя строить правильно по своим меркам не давая тебе возможность проработать до какого-то момента потому что именно эти эмоции которые будут у тебя от шага должны в тебе возникнуть в тот момент когда ты будешь общаться с этими родителями и когда придет какое-то время тебе ты поймешь если ты начнешь этим заниматься то есть сколько людей у них родители уходят и они не успели их принять не дай бог да то есть как бы но тем не менее сколько людей не могут простить своих родителей сколько людей не могут простить каких-то там братьев сестер я не знаю кого угодно бабушек за какие-то то как они себя вели ну поняв о том что эти родители учат нас именно тому что должны научить что именно эти чувства и эмоции должны были в нас воспрянуть с помощью этого поведения родителей это это сначала нужно понять на ментальном уровне под без ментального уровня ничего не можем то есть я себе когда ты это понял потом ты начинаешь это все анализировать и постепенно работаешь совсе и тогда вот когда полное принятие ok e мы папа или мама сделали это они это сделали по такой такой причине то есть сначала ментально понять почему там потому что их так воспитали потому что там например у меня то есть там, например, ну, наши родители — это дети войны, да, правильно? То есть как бы у них же у всех были свои проблемы. — Свои опыты. — Свои опыты. Страшно тяжёлый опыт. Это мы первое поколение, кто не имеет войну. И, слава богу, мы не можем их судить. Они понятия не имели. То есть приняв это сначала ментально, потом можно к этому через определённые практики начать понимать, откуда же это из прошлой жизни. А зачем мне такой учитель? Что я такого хочу отработать, что идёт из прошлых жизней? Что я выбрал именно эту семью. — Окей, тогда мы сделаем сейчас так. Мы сейчас остановимся, потому что у меня появился глобальный вопрос, честно. — Я думаю, что главной темой мы не успеем перейти. — Мы перейдём к главной теме, но у меня это как раз вопрос по главной теме. Но он достаточно глобальный. Давай попробуем, давай уйдём на рекламу, а потом вернёмся и поговорим. Окей, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Нины Бастетта. Это не очевидное, но вероятное. И, во-первых, номер телефона в студии 847 400 5200. Во-вторых, я сейчас задам Нине вот те глобальные вопросы, которые меня интересуют, и потом мы обязательно, в зависимости от ответов на мои вопросы, мы обязательно продолжим эту программу. — Можно я что-то скажу? — Пожалуйста. — Я просто иногда начинаю нервничать, что никто не звонит в студию. Но я надеюсь, что не звонят в студию, потому что очень внимательно слушают. А для того, чтобы получить больше и больше много информации об этом, я просто хочу сказать, что я готовлю ретриты. Ретриты — это значит, что мы куда-то поедем и будем где-то в замкнутом пространстве. Именно по работе с эмоциями, для достижения счастья. Это будет несколько разных ретритов. Один из них точно будет в Перу, другой будет где-то здесь, в наших районах. Поэтому ещё нету точных дат, нету точной информации, но просто готовьтесь. — Готовьтесь. И, кстати, то, что Нина сказала, назвала страну Перу, она не оговорилась. Это действительно будет в Перу. — В Перу, да. В стране Перу, в Южной Америке. И мой телефон для, если вы хотите узнать больше информации даже сейчас на этой этапе, мой телефон 224-688-0155. 224-688-0155. — Так, теперь. Ну, вопросы, которые я задаю, если честно, я действительно, вот я слежу за тем, что Нина говорит, и как она это всё преподносит. Конечно же, у меня возникают вопросы. Теперь, если у меня возникают вопросы, я больше чем уверен, что и у вас они тоже возникают. Поэтому не стесняйтесь. Это абсолютно нормальное явление, говорить на эти темы, потому что это касается, это может быть звучит немножко как-то пространно, но тем не менее, это действительно касается очень многих людей и очень многих жизненных ситуаций. То есть вот эти все практики, это именно то, что помогает людям разобраться в себе, разобраться в своей жизни, а может быть даже в жизни своих детей или внуков и как-то попытаться лучше их понять и тем самым, может быть, наладить даже отношения. В семьях очень часто мы слышим такую ситуацию, где вот меня мой сын или меня моя дочь не понимает. Говорю, как рыба об лёд, как, и в общем, всё вроде бы впустую. Ну, так вот, может быть, и есть смысл постараться, если вы это уже чувствуете, разобраться в том, что же всё-таки происходит. Но, всё-таки, вот эти два вопроса, которые я сейчас хочу задать, задать, они меня действительно очень и очень волнуют и интересуют. Вопрос номер один. Мы говорили о том, что человек, рождающийся в определённой семье, рождается в этой семье не просто так, а для того, чтобы как-то проработать свою прошлую либо карму, либо отработать, либо проработать. То есть, есть причина, по которой человек рождается именно в какой-то определённой семье. Так вот, вопрос у меня номер один. Родители, вот этого, начнём с ребёнка, ну, а потом в дальнейшем взрослого человека. Родители этого человека знают, с каким, с какой целью этот ребёнок родился именно в их семье и в чём их задача. кроме того, что из него воспитать там адвоката, врача, ну да, или что-то. То есть, я имею в виду, какие-то материальные качества, да? Вот родители знают цель, с которой этот ребёнок у них появляется. Ну, конечно же, нет. Если бы они знали, родители, то не было бы душевно больных людей, не было бы несчастливых людей, то все бы были счастливы на земле, правильно? Потому что тогда бы родители могли дать этому ребёнку именно то, что ему нужно дать. И вот отсюда, я так понимаю, и появляются вот эти трения между родителями и детьми, потому что у ребёнка есть какой-то определённый, определённая цель, определённое направление, по которому он идёт, а родители, этого не зная, пытаются... Нет, родители ему помогают в этом, именно не зная это. Помогают, несмотря на то, что между ними возникает. Именно, например, контролирующие родители или абьюзив, которые оскорбляют родители. Это именно тот негативный урок, который должен был получить этот человек, этот ребёнок в детстве. Для того, чтобы пройти этот урок в детстве, а потом в какое-то время своей жизни вспомнить и начать работать. То есть это именно запускает карму. То есть что такое карма? Я просто знаю это на своём опыте. То есть не просто по книжкам. Как я это поняла? Что такое карма? То есть карма, да, это уроки, которые мы прошли, но она не сразу, не сразу вся карма запускается. То есть, да, запускается карма, если, например, ты родился у алкоголика в семье, то она уже автоматически запустилась, карма, да? Но есть какие-то вещи кармические, там, черты характера, который вроде бы родился чистый, беленький, пушистый ребёнок. И вдруг в какой-то момент, вот, например, в подростковом возрасте, да, большая, большая, да, то есть, например, в каком-то подростковом возрасте начинаются проблемы, потому что что-то запустило именно этот, этот слой кармы. И человек, ребёнок, сегодня ребёнок, завтра он будет взрослым человеком, именно с этим должен работать. То есть, он должен жить именно в тех ситуациях, которые будут возле него. Но приходит время, и вот, просто один человек, очень нам интересно, сказал, мы, говорит, там, восточные люди, мы сначала, значит, всего добиваемся, добиваемся, а вот после 50 мы думаем о душе. Ну да. Абсолютная правда. Да. Потому что вначале мы... Время разбрасывать камни, время собирать. То есть, вначале это эго, это наше эго, которое нами руководит, и это нормально, мы должны добиться в жизни всего. То есть, должны построить семью, должны построить отношения, должны родить детей, то есть, в какой-то степени, только потом можно заняться собой. Окей. Вот, теперь мы подошли к глобальному вопросу, глобальнейшему вопросу. Сидит человек дома, смотрит телевизор, и вдруг он чувствует, вот, что-то не так. Вот, вроде бы и телевизор есть, и вроде бы и дом неплохой, и вроде бы машина с бензином, да, но человек чувствует, он еще не понимает, что, но он чувствует, что что-то не так. Вот он не доволен, он той жизнью, которую он живет, или проживает. И он не понимает, почему. Вроде бы все есть, но что-то мешает ему получать удовольствие, настоящее удовольствие, вот этой жизни. вот в какой момент этот человек должен все-таки обратиться, ну, скажем так, к профессионалу, к человеку, который может ему помочь разобраться в том, что с ним происходит, и, может быть, даже добиться того, что человек начнет действительно получать удовольствие не от машины, и не от того, какого размера его дом, а вот именно получать удовольствие от жизни, в которой он живет. Вот когда, в какой момент. Но ты описал именно этот момент, то есть если человек понял, то есть если он уже сидит, и он понял, что ему этого недостаточно, что у него есть все, он добился всего, что он хотел, но он несчастлив. Вот именно это то время, когда человеку нужно взглянуть на душу. Но при этом этот человек должен понимать, что он может услышать, если он пойдет к специалисту, вещи, которые не очень его обрадуют. То есть, что ему придется копаться в самом себе, особенно это тяжело для мужчин. Женщины и так копаются в себе, а мужчины смотрят наружу, они привыкли достигать всего, это их, то, как они созданы Богом, это их ответственность, это их, то, как они должны жить, но тем не менее приходит время, когда и мужчина должен, особенно если у него что-то не ладится, или в семье, или в бизнесе, или просто в настроении, в характере. А вот давай с этого прямо и перейдем все-таки к главной теме вопросы. А тело было все-таки объявлено, отношение между мужчиной и женщиной в семье, правильно? Мы все равно все связаны мужчиной и женщиной. Хотят ли мужчины признавать, что им нужна женщина? Не хотят ли мужчины? Она им нужна. И просто нужно правде посмотреть в глаза. Окей? Женщины и так говорят, знают. То есть, говорят, что им не нужен мужчина, это очень редкий вариант, но типа бывает это как защитная реакция. И все-таки давайте вот на сегодняшнюю передачу, на то, что у нас осталось, мы начнем, но давайте все-таки делаем такое понимание, что такое счастливая семья, потому что именно отсюда мы будем плясать, что такое счастливая семья на сегодняшний момент именно для этой передачи. Это мое личное понимание, может быть, для кого-то это что-то другое. То есть, если в паре обоих или обеих, я не знаю, как правильно сказать, устраивает та ситуация, которая у них сложилась, и куда развивается эта ситуация, они живут без ссор, ну, без больших ссор, можно там цапацапаться немножко, без обид друг на друга, и их устраивает эта ситуация, то это нормально. Правильно? Мы не будем судить. Ну да, почему? На сегодняшний момент. Да, да. Второе условие. То есть, они должны быть все условия, не только одно. Если оба понимают нужды другого и делают все возможное, что именно так все и происходило. Не просто желание. Можно нужды, а и желание, да? Ну, конечно. Если оба человека, если есть рядом дети, все здоровы. Самое главное условие. Если кто-то в семье начинает болеть, то в отношениях не все в порядке. Особенно, если это депрессия, anxiety, женские или мужские болезни, или болезни сердца, ну и куча разных других болезней, но вот эти, эти болезни, то есть депрессия, anxiety, женские болезни или мужские болезни, и болезни сердца, значит, в отношениях что-то неправильно. Это могут быть не обязательно отношения в семье, это могут быть отношения вообще с людьми рядом. Но тем не менее отношения в семье, то есть у человека не могут быть все хорошо, шикарно в семье, и вдруг у него плохие отношения на работе. Ну вот, потому что если у него все хорошо в семье, он не приносит свой негатив на работу, и на работе тоже будет все хорошо. То есть, ну, бывает, не без исключений, опять же, не без исключений. Но мы же прекрасно знаем, что, к сожалению, я бы сказала, наверное, 90% в современном обществе, в западном обществе, мы говорим про западное общество, живет несчастливо. Даже если живут вместе. А о том, что разводы у нас, например, в Советском Союзе, в постсоветском пространстве и в USA, и вообще в странах Запада около 80%. Правильно? То есть уже, это те люди, которые уже признали, что они несчастливы. И не могут жить вместе, да? Это те люди, которые уже развелись. Уже развелись, да. Они уже знают, все, мы оба несчастны в этой семье, да? И по каким же признакам можно узнать, что отношения в семье пришли в тупик и что это не приносит счастья? Опять же, как я уже сказала, первое, это болезни. То есть болезни, это один из самых главных признаков. А еще болезни кожи, то есть астма. Это тоже болезни, которые связаны именно с отношениями. А такая болезнь, как нехватка денег, это тоже болезнь? Это странная, страшная болезнь. Из-за нее возникает, потому что мужчина не выполняет свою роль и не приносит деньги в дом. И да, я могу прозвучать феминистской, но если мы будем говорить дальше, я объясню, почему. Конечно. Если у человека, если в семье есть измены, и мы знаем, какое количество измен существует в современном обществе. Если у человека нет желания бывать дома или в обществе второго человека, то есть мужчина не хочет быть дома, он все время работает, или женщина все время с подружками, все время в хеллс-клабе, все время на своих хабе, только бы не быть дома. Это значит, в семье не все в порядке. Если люди не могут общаться, если они все время сидят в своих телефонах, в телевизоре, в кино, в соцсетях, значит, в семье не все в порядке. Я хочу перейти все-таки к болезням, как признак проблем в отношениях. Вот именно к болезням. И мы говорили вот только что все время первую часть передачи об эмоциях и психосоматических болезнях. Именно почему мы считаем проблемы, связанные с... Потому что это психосоматика. То есть наша психика дает нам сигналы, что у вас не все в порядке. Работайте. Для того, чтобы работать, над чем же работать все-таки? Что работать, что делать? Ну, первое, работать над отношениями. Потому что если люди в семье, к сожалению, ни мужчина, ни женщина современного общества не знают, как правильно общаться друг с другом. Нас этому в школе не учат. Нас не учат ни психологии отношений, ни психологии просто. Это уже аж типа мастер дегрит. То есть у меня дочка закончила на психолога бэтчелор. Так она все равно ничего не знает. Потому что она сказала, мама, а все остальное это уже мастер. То есть в мастерской школе. То есть как бы это сколько нужно проучиться, чтобы понять, как работать. И то в зависимости опять от школы. Это все вместе получается 6 лет. То есть вы уже, извините, нам уже 30 лет, а мы еще не знаем, как строить семью. Мы не знаем разницу между мужчиной и женщиной. Так вот сегодня, сегодня это все становится явным. И если нашим родителям и бабушкам с дедушкой, может быть, это и не нужно было. Потому что тогда они боролись, во-первых, постоянные были войны. Во-вторых, голод. они постоянно боролись за жизнь. И поэтому, когда у женщины есть мужчина, есть мужчина, который обеспечивает ей кровь и защиту, это все, что она хочет от него. В тот момент, хотя на западе, на востоке, всегда зналось, что этого, знали, что этого недостаточно. Так вот, почему возникают эти психосоматические болезни? Потому что в нашем подсознании скопилось колоссальное количество невыраженных эмоций. Невыраженных. То есть мы не смогли сказать, там, ты сволочь. Или мне не нравится, как ты со мной относишься. Поэтому говорят, что не дежурь в себе. Или папа, почему ты меня бьешь? Или мама, почему ты меня оскорбляешь? Или... Ребенок не понимал это. И плюс это пришло из прошлых жизней тоже. То есть женщины вообще очень эмоциональное создание. И мы не можем с этим отрицать это. Женщины и мужчины построены по-разному. 25 лет назад вышла книга, которая называется «Женщины from... Venus, мужчины from Mars». 25 лет назад это то, что уже в популярной литературе начали объяснять разницы между мужчиной и женщиной. Они не только в эмоциональном состоянии, а и в гормональном, и в физическом, в развитии головного мозга. Мы разные. Мы не можем ожидать... Мужчина не может ожидать от женщины поведения, как мужчина. А женщина не может ожидать от мужчины такого же поведения, как женщина. Но женщина должна быть... Значит, окей, давайте придем к тому. Если вы... Я хочу, чтобы вы представили себе шестиконечную звезду и разделили ее на два треугольника. По ведическому пониманию жизни в отношениях, вот отношения между мужчиной и женщиной, это вот как звезда, шестиконечная звезда. Женщина — это треугольник, идущий вниз верхушкой, мужчина — это ведущий вверх верхушкой. Почему? Потому что мужчина, он всегда смотрит вверх, это как бы более божественное, вернее, это связь с верхними мирами, а женщина — это земля, это мать-земля, это связь с миром, поэтому нижний треугольник. Ну вот если поставить на каждом на каждом как это называется? Пике треугольника три слова, то это то, за что в отношениях отвечает мужчина и женщина. Его слушайте внимательно. Это мы говорим про ведическое отношение к жизни, которые понимают друг друга, воспитывают женщин отдельно, мальчика по-разному, то есть я не знаю отдельно, не отдельно, но они знают разницу. Так вот, мужчина отвечает за защиту, за ответственность, и самое интересное это за счастье. За счастье в семье отвечает мужчина, а женщина отвечает за любовь, мир и красоту. Но если мужчина не может дать женщине счастье, то он не получит ни мира, как мы это знаем, да, ни красоты, ни любви. Если женщина не защищена, то она может этого не понимать, но тем не менее ей эмоции будут захлёстывать. То есть если женщина, что значит защита женщины? Защита женщины это защита ее, может быть, иногда даже на каком-то уровне от самой себя. Потому что женщина существо эмоциональное, ей нужно выразить эти эмоции. если мужчина создал такие условия жизни, что она не может открыто с ним разговаривать о том, что ее беспокоит, она может не знать, что ее беспокоит, она просто эмоционально. Вот хочется ей поплакать. Если мужчина не создал эту ситуацию такую, что она может открыто быть самой собой, то он не создал, он ей не создал состояние счастья и защищённости, комфорта. И она будет эти эмоции накапливать, накапливать, но потом ему мало не покажется. То есть эти эмоции выплескнутся, но выплескнутся неспокойным образом, когда нет никаких объявлений войны, а именно без объявления войны начнётся война. То есть мы сейчас не будем говорить именно про все составляющие, но должно быть, мы говорим сейчас про эмоции, потому что вот эти составляющие, это можно говорить, это целые лекции существуют. То есть женщина должна иметь возможность быть самой собой. Самой собой это значит открыто проявлять свои эмоции. Когда, ну к сожалению, ни женщина, ни мужчина не знает, откуда это идёт. И женщина не знает, почему у неё в один день плохое настроение, в другой день хорошее. Она начинает это связывать с мужчиной, с его действиями. Или если мужчина её достаёт и говорит, ну почему, ну почему я, ну почему, почему у тебя плохое настроение, то она найдёт почему. то есть хотя она с ним вообще никакого отношения не имела. Но тем не менее, если он её достанет вопросами, почему вместо того, чтобы просто проявить заботу и любовь. То есть обнять и сказать, милая, мы с тобой всё переживём. Хочешь поплакать, поплачь. Кстати, женщина, я просто, у нас мало времени осталось и мы не успеем закончить, они должны разговаривать. То есть мужчина и женщина обязаны в семье или без семьи разговаривать. Если нет разговора, если мужчина женщину не выслушивает, то женщина будет общаться к врачу постоянно. А вот интересно, считается, что женщине нужно высказать 20 тысяч слов в день. 20 тысяч слов, представляете? Болтушки, да? А мужчине 7 тысяч всего. Но, тем не менее, если мужчина не хочет слушать или, например, он будет думать, делать вид, что он слушает, но не слушать, это не работает. То есть он должен сочувствием... Он должен вникать в то, что ему говорят. Но он должен понять одно, она не просит его помощи. Для мужчины это, раз у меня есть проблема, я должен действовать. И он, им хочется предложить женщине помощь, давай решать проблему. А проблемы нету, проблема идет из подсознания, из бессознания, из подсознательного, неизвестно откуда. И когда он начинает ее доставать, давай решать проблему, она находит проблему. Да. В нем, естественно, где еще можно найти ее, правильно? Там, ты вчера мусор не выбросил, сегодня не купил молоко, там, забыл и так далее. Ты забываешь все мои, все мои просьбы. Ну, найдется 250 тысяч. За что? Хотя она в жизни этого не имела в виду. Она выбросила сама мусор, и молоко сама купит, ну, потому что она же его любит. Ну, ладно, он такой, она его простит. Но если он ее не будет обеспечивать вот эту защиту, быть самой собой и проявлять открыто свои эмоции, то мало ему не покажется. Поэтому, дорогие, мы продолжим эту тему. Обязательно. Несмотря на то, что отчетствие звонков, я надеюсь, что вам все-таки это нравится. Самое главное, сегодня, пожалуйста, попробуйте, если есть негативные эмоции, перевести их в позитив. Давайте друг другу любовь, счастье и просто положительные слова. И даже на любую отрицательную эмоцию от кого-то просто отвечать. Я так тебя люблю. И это решит все вопросы. И в заключение, рассказываю быстренький анекдот, что женщина может создать из ничего. Шляпку, салат и скандал. Поэтому, будьте все здоровы. Спасибо. Вы понимаете друг друга, любите друг друга. Спасибо.